Девушки отдыхают 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 В рамках мероприятия состоялся благотворительный тематический концерт, подготовленный Департаментом культуры города Астаны, в котором приняли участие Марат Омаров, корейский ансамбль Чен Рю, Исахан Трунтаев и другие. Жизнь коротка, искусство вечно. Поэтому, затаив дыхание, слушали зрители простые, но проникающие в душу стихии безвременно ушедших поэтов, одним из которых был и Андрей Петрович Тришечкин. Я бесконечно благодарна тем, кто все эти 11 месяцев постоянно звонит и поддерживает. Это коллектив газеты, конечно, маленькая часть его, которая здесь сегодня. Это его друзья, это знакомые, это мои друзья, это мои подруги по институту, которые тоже сегодня здесь. Самое страшное было, это приводить в порядок архив. Что такое архив поэта? Это его душа, это его сердце, это его мысли. Сорок лет мы шли по жизни рядом, и он постарался сделать так, чтобы я не догадывалась о том, что он живет последние недели, месяцы и даже дни. Огромное мужество потребовалось ему, но он это сделал. И уже потом, разбирая его архив, я прочла его последние стихи. Вчерашний день мне ни к чему, твои слова, твоя улыбка. Тебе не рад я, почему? Моя ты золотая рыбка. Я не могу открыть тебе, что ничего уже не будет. Ты не сдаешься, сдался я. Пусть Бог простит и не осудит. И буквально, когда прошло полгода, я тоже, завершая работу над его архивом, и вот осень, особенно тяжело было осенью вспоминать, потому что осень, это была его муза. И я тоже написала ему стихи. Надеюсь, что там он меня услышит. Без тебя отшумела весна, без тебя горько плакало лето, а теперь и осенняя мгла своего не дождалась поэта. Будет вечно зима ликовать, что последним тебя провожала, в ту страну, где всегда благодать от родного земного причала. Я выполняю еще его волю, его завещание, о котором он не говорил, но он оставил это для меня. Это последний сборник его стихов. Эти стихи не были опубликованы. И сейчас я уже подготовила, сделала правку, сделали верстку мы с коллегами. Помогли люди, с кем я работаю, они помогли это сделать. И этот сборник, он будет носить название «Прости меня, осенний дождь». Я его готовлю к печати. Это последнее, что я могу сделать для него. А так, конечно, он будет жить всегда в моем сердце своими пронзительными стихами. И я думаю, что друзья тоже будут помнить о нем. Спасибо Садыбеку, спасибо его дочери Айгире, спасибо всем тем, кто организовывает такие мероприятия, потому что мы все связаны, наши судьбы переплетены. Вот сидит Гульзия Аскеновна, мы столько с ней общались, и с Андреем она общалась. С Моисеем Михайловичем Гольдбергом, они работали в одном кабинете сидели. С Гундаревым сотрудничали первые номера журнала «Нива» с первого по третий. Корректуру этих журналов делали мы с Андреем. То есть вся наша жизнь переплетена, и нам нужно поддерживать и не забывать друг друга. Не забывать тех, кто уже ушел. Спасибо вам всем, близкий вам подарок. Цветы, подарки от спонсоров, теплая, раскованная атмосфера вечера с одной стороны, и светлая память о тех, кого уже нет рядом, все это две стороны такого неповторимого явления, как многоликая жизнь. Поэтому и легкая грусть, и восхищение, и благодарность сквозили в каждом выступлении. Я сегодня вот сидела, но от каждого имени накатывалась слеза. Владимир Романович Гундарев. Я вспоминала, как мы проводили 20-летие в Российском Центре науки и культуры его журнала, его любимого детища. Ербол Шеймельденов. Мне довелось по долгу службы с ним общаться. Все светлые солнечные люди, которые ушли на взлете. Я думаю, что люди, о которых мы сегодня говорим, бессмертны в чем-то. Их творчество – это, в общем-то, их продолжение. Они работали до последнего и старались не огорчать своих близких, именно потому, что они не умели думать о себе. Я знаю, что они как-то думали о новых творческих планах, их боялись кого-то огорчить. И мне кажется, самое трогательное в сегодняшнем дне, что мы все-таки собрались не просто коллеги-журналисты, а что здесь близкие, родные люди, которые их помнят. И, наверное, им в первую очередь нужна поддержка. Вечер памяти журналистов Астаны проводится во второй раз. Хочется надеяться, что эта традиция будет продолжена. Потому что такие люди и их творчество – частица истории, которую должны знать грядущие поколения. Ведь без прошлого нет будущего. Со своими коллегами мы гордимся тем, что практически все они были гостями Российского Центра Науки и Культуры, принимали участие во всех наших мероприятиях, потому что эти люди, независимо от того, писали ли они на русском языке или на казахском языке, или многие из них были двуязычными. Они создавали и творили нашу общую культуру. И поэтому их память еще раз объединила нас здесь, в этом зале. Именно такие праздники, они заставляют нас еще раз оценить жизненный путь тех, кого мы сегодня вспоминаем. Примерить к себе, к своей биографии те жизненные вехи, которые они преодолели. Эти люди, которых сегодня мы вспоминаем жизненный путь и говорим хорошими словами, для подрастающего поколения, я думаю, будут служить примером. А для нас, для тех, которые сегодня активно работают и вносят существенный вклад в развитие каждого своего дела, мы еще раз вспоминаем добрым словом в надежде на то, что наши слова будут услышаны душами тех, кто ушел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...